Тренировка уже подошла к концу? Да, все уже. Все тяжелые нагрузки позади. Теперь поход просто. Для меня первые игры. Я до этого боролся на Европе. В неолимпийском весе. Да, в Каспийский. Сейчас попал на Евроигры. На данный момент для меня это одни из первых винований, наверное. Самых крупных. Я перешел в другую категорию. 67 килограмм. А до этого я боролся в 63. А в 67 у нас Артем Сурков лидер. Он был лидером. И естественно поступал на Европе, на мире. А я был как вторым номером. Твоё одно из, наверное, главных увлечений – рыбалка. А тебе серьезно, наверное, помогает в борьбе, да? Честно, да. Рыбалка – это такая вещь. Она расслабляет сильно, отвлекает просто. Отходишь от борьбы. Это очень важно, когда ты сильно нагрузился. И нужно как-то отвлечься. Ну и концентрацию внимания, наверное, развивает. Нужен момент дернуть руку. Ну да. Вообще я люблю рыбачить. Я с детства всегда рыбачил. И мне нравится рыбалка. Очень нравится. И когда особенно ты ловишь рыбу и готовишь. Мне это очень нравится. Я сам тоже люблю. Нет-нет, порыбачить. А ловить мне интереснее, чем кушать. Тебе тоже самое? Ну, если честно, да. Ловить интереснее, да. Но когда ты поймал, еще и поел это вообще. Какая самая большая рыба, которую ты поймал? Сколько килограммов? Сом. Сом? Да, сома ловили. Восемнадцать килограмм. Ничего себе. Да, большая рыба была. Ну, это у тебя на родине. В Кабардино-Балкарии. А так, карп, сазан. Я говорю как рыбак. Последние вот мы ловили вообще. Мы ездили. Мы были на сборах в Адлере. И нас друг отвез на рыбалку. Мы там поймали очень много рыб. И там карп, сазан. Наверное, штуки больших. Вот таких пятнадцать просто поймали. И пришлось отпустить половину. Потому что наелись и уже не смогли их с собой взять. А щукима добавил и в габаритах. Не только в весе, но и в габаритах. Результат физической работы? Или же просто как-то кушать стал лучше? Нет, я когда в 63 выступал, я естественно был поменьше. И когда переходил, мне надо было добавить вес, мощь. И я качался, я работал. И добавил. Железом? Да. И железом, и на ковре. И много ел. И рыбу много ел. И канат. Все делал. То, что тренер говорил, все понял. А что больше помогает? Когда ты кушаешь рыбу, например, свежепойманную. Или же, допустим, протеин? Нет, протеин. Я не любитель протеинов. Я их вообще не пью. Я предпочитаю натуральный продукт. С мясом. Ну то есть вот как раз рыба. Да, рыба. Все дороги ведут к морю или к речке? Да. Луч к речке. В горах, наверное, ты тоже частый гость, да? Ну, можно сказать, я там живу. У нас среднее горе, но я часто бываю в горах. Я там родился. Часто бываю. И тренируюсь, люблю тренироваться в горах. Там можно добавлять хорошо физику. А ты уже знаешь заранее, как ты будешь, например, выходить на первую схватку? Что ты будешь делать? Или же это ты будешь уже перед самими? Это уже там по ходу, да. Сейчас пока не думаю об этом. Когда мы уже будем там, я должен пройти взвешивание. И после взвешивания я уже должен настраиваться первым, вторым, третьим, как пойдет. Как ты себя сейчас ощущаешь? На сколько процентов? Можно сказать, что уже близок к оптимальной форме? Ну, нет, я не близок прям. Сейчас не буду это говорить. В идеальной форме, наверное, не близок, да? Да. Ну, из 100 процентов процентов, наверное, 90-85. Честно говоря, не хочу никого выделять там. Другой может просто с тобой зарубиться. Сейчас все непредсказуемо, так да. Есть сильные борцы, есть. Все равно основная задача наша победить и все. Кто бы там ни был, надо выигрывать. План таков, только победам. И у каждого стоит план. Только победить и все. Второй, третий, это вообще не канает. Чемпионат Европы в Каспийске, Евроигры в Минске. Это соревнования одного порядка и что это прогноз? Я думаю, Евроигры чуть повыше будут до соревнований. Потому что они перед Олимпиадой это раз. И Евроигры, они как-то звучат как в Олимпийские игры, как будто на Олимпиаду едешь. Очень круто отнесется. Очень круто.